С июля в Мариел возобновляется пригородное железнодорожное сообщение. Республиканский Минпромтран заключил договор с пассажирской компанией Содружества, обслуживающей пригородные железнодорожные перевозки. Вскоре добраться из Йошкарлы до населенных пунктов в сторону Казани и Иранска можно будет на электричке. Казалось бы, всего год без пригородных поездов. Они были отменены в республике в июле 2014-го, а многие уже забыли, что это такое. С июля этого года перевозки пассажиров по железной дороге будут восстановлены. Республиканский Минпромтран заключил договор сотрудничества с компанией Содружества, которая сегодня обслуживает и наших соседей Кировскую область, Татарстан, Чувашию. Таким образом, с первого числа уже следующего месяца, по пятницам, субботам и воскресеньям, из Казани в Ишкарало и из Ишкаралы в Табашино можно будет добраться поездом. А напротив, по субботам, воскресеньям и понедельникам обратно. Кроме этого, ежедневно будут организованы перевозки по маршрутам Волжск-Казань и Волжск-Бирюли. Цены остаются прежними, так как никаких нормативных правовых документов по изменению стоимости цены проезда не было и остается на уровне 2014-го года. Выгодности здесь, можно сказать, проблема, но для жителей республики железнодорожный транспорт, для которых необходим, это будет единственный правильный и доступный транспорт для того, чтобы доехать до населенных пунктов. Цена вопроса – 21 рубль за 10-километровую зону. Конечно, недорого, но прибыль этот вид перевозок по расчетам пассажирской компании сможет приносить лишь при цене билета в два, а то и в три раза больше. Поэтому в республиканском бюджете уже предусмотрели сумму на текущий финансовый год, которая будет возмещать затраты выпадающих доходов пассажирской компании. Причем, как отметили в профильном министерстве, даже если не будет экономической составляющей у этого вида транспорта, отказываться от него в республике не намерены. У нас на сегодняшний день договор заключен с 1 июля по 31 декабря, то есть на текущий финансовый год, на ту сумму, которая предусмотрена в бюджете. На следующий год, если вопрос такой возникать будет, я думаю, что мы в бюджете республики на 16-й год тоже будем предусматривать определенную сумму для возмещения затрат выпадающих доходов по железнодорожному пригодному транспорту. Из опыта соседнего региона Чувашии, где пригородные ЖД-перевозки в прошлом году не прекращались, видно, электрички стремительно теряют свою популярность. Если еще в 2013 году на один вагон приходилось чуть более 18 пассажиров, в 2014-м – лишь 13. Даже в маршрутке вместимость больше, шутят специалисты. Между тем, транспортные субсидии, к примеру, на автобусные перевозки, в которых так остро нуждаются жители республики, куда меньше, чем на пригородные поезда. В соответствии с законом бюджета на текущий финансовый год предусмотрены определенные суммы для возмещения затрат выпадающих доходов по автомобильному транспорту. И данная сумма предусматривается каждый год. И те договора, которые заключаются с перевозчиками на оказание социальных услуг, предусматриваются. И возмещение происходит за счет средств республиканского бюджета по факту выполненных затрат. Надо отметить, что пригородное движение в регионах восстановили по требованию президента страны. Владимир Путин обратил на эту проблему пристальное внимание еще в начале года, отметив, что возобновление ЖД маршрутов вновь должно решить транспортные проблемы для многих жителей самых удаленных уголков. Морел не исключение. В республике до сих пор есть населенные пункты, куда из-за отсутствия автомобильных дорог добраться можно только поездом.